духовные скрепы конечно нужны обязательно без этого общества никуда не двинется просто конечно есть какие-то перемены есть какие-то сдвиги мы это видим но мне кажется что мы все а в основном все-таки люди которых мы выбирали чиновники депутаты на все-таки делаем недостаточно для того чтобы изменить кардинально ситуацию да потому что я это вижу я вижу ну коррупция понятно да мы пытаемся от нее куда-то как-то искоренить ее но она есть она есть везде она есть на каждом шагу и ты с ней сталкиваешься и все мои друзья сталкиваются но вот здесь нужно жестче нам как-то действовать потом какой-то сейчас подожди слово как сказать а бюрократия вот потом бюрократический процесс он тоже абсолютно вот я последнее время сталкивался со многими вещами там нужно что-то то мама паспорт потеряла то где-то еще то что-то оформить обычные бытовые вещи даже там вот у меня там с пенсионный с пенсионными выплатами там то есть ну я мне на я плачу пенсионные да сейчас подожди это тоже неправильно да а ну вот к сожалению бюрократические моменты они присутствуют практически везде очень много я с этим сталкиваюсь особенно последнее время я с этим сталкивался просто катастрофически катастрофически вот у меня мама потеряла там все документы мне надо было их восстановить такое впечатление что делается все так чтобы усложнить людям жизнь ну потому что ну казалось бы ну что потерял документы заполнил здесь отдал туда принес нет это совсем все не так это все гораздо сложнее там пенсионный фонд я сейчас беру у меня я прописался переехал с одного адреса в другой вы не поверите сколько мне стоило сил чтобы меня все-таки выписали с одного места и прописали в другое место чтобы я мог нормально платить пенсионные взносы до этого я платил в одно прописан в другом никто ничего не может сделать никто сколько я не бился и меня вроде узнают даже некоторые люди пытаются мне помочь что-то сделать я представляю как другие люди с этим борются знаете то есть у нас бюрократия она конечно есть она она везде присутствует с этим надо бороться очень жестко мне кажется мне кажется чиновников надо менять чаще вот честное слово слушайте ротация должна быть какая-то потому что когда человек приходит голодный готов что-то изменить что-то сделать он он это может сделать прямо сейчас а когда человек уже сидит как кот очень долго у него хороший дом замечательная жена что еще нужно для того чтобы встретить старость до хорошая зарплата вот и все нужно какие-то это стимуляцию в этом направлении производить не знаю меня может по власть пустить как-то я кстати баллотировался в общественную палату московской области и сейчас я нахожусь в этом же состоянии надеюсь если меня возьмут я у меня есть свои планы я могу что-то сдвинуть по крайне в том направлении который мне близко так что работаем над этим потихонечку